Итак, начинаем беседу. Обычно всегда, в основном, звучит один вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, о темной стороне души. Когда вы идёте во внутреннее путешествие, каждый искатель, ищущий, должен пройти тёмную сторону души. Это действительно настоящий процесс. Это глубокий процесс. Та неосознанность, которой вы обладаете, она идёт с вами уже несколько жизней. Как только у вас появляются какие-то отрицательные чувства, вы идёте вовнутрь. Вы идёте в темноту своей души. Каждый несёт эту темноту. Вы имеете такое пространство, в котором очень много темноты скапливается. И когда вы идёте, когда вы начинаете медитировать, первое – вы идёте в печали. Вы идёте в печали. Вы идёте в печали. Несчастные. Это означает, что вы как будто что-то потеряли. Кто-то потерял это, тот потерял другое. Все находятся в сансаре. Весь мир. Весь мир в печали. Вы должны заглянуть внутрь и понять, почему у вас это боль. В чём причина этой боли. Когда вы будете медитировать, вы найдёте, почему этот боль у вас. В основном пять вещей. Это, возможно, привязанность. Это, возможно, жадность. Ревность, зависть. Гнев. Ваши страсти. Пристрастия. Это основные причины. Плохое настроение. Разочарование. Пристройство. Из-за привязанности возникает боль. Может даже приступное настроение возникнуть. Это не болезнь физическая. Это болезнь ума. Второй шаг вы должны понимать. понять, почему это происходит, почему вы больны. Найти причину. Затем вы идёте на третий уровень. Вам нужен мастер. Вы узнаёте о медитации. И это как лекарство для вас. Затем мастер даёт вам ту или иную технику. И постепенно, в зависимости от того, насколько у вас открытое сердце, вы становитесь более спокойным. Четвёртый шаг. Вначале боль, затем вы узнаёте, почему, как избавиться от этого. Затем медитация приходит, и после этого приходит любовь. Вы начинаете радоваться. И вся эта боль уходит. Гнев. Всё это уходит. Если вы заглядываете в свой гнев, оно уходит. Вы понимаете, почему это происходит. Все враги становятся вашими друзьями. Жадность становится отдаванием, делением. Посмотрите, я всё время нахожусь в радости, наслаждении. Никакой боли, ничего нет. Всегда, постоянно. Это не так, чтобы приходит и уходит, а постоянно. Постоянное чувство радости. Постоянное чувство радости. Постоянное, в благостном состоянии. Он говорит, что вы просто посмотрите на меня, и я такой же, как вы. У меня есть тоже тело, я тоже могу говорить. Я хожу. Я так же, как и вы, родился. Я живу в мире. Делал всё, что делают другие. Бизнесом занимался. Был в обществе. Был в обществе. Если благословение не придёт к вам, то ничего не случится. Ничего не произойдёт. У вас возникает вопрос, почему мы пришли в этот мир, что мы делаем здесь, что мы должны делать. Затем всё, что он вам даёт свет в каком-то возрасте. Если вы печальны, вы не знаете, как прожить эту жизнь. Вы не знаете, как жить сердцем. Медитация обучает вас этому. И автоматически в вашем теле просыпается любовь в вашей душе. И вы начинаете открывать это. И вы хотите найти любовь здесь, хотите найти любовь там. Может быть с этой человеком, может быть с этой вещью, может быть с этой вещью. Никто не найдёт. В обычной жизни обычно идёт поиск, всё в печали. То вы в хорошем состоянии, то вы в плохом состоянии. Но вы ищете. И как только открывается ваше сердце, чем больше он открывается, тем вы больше любви получаете. Когда вы имеете в себе любовь, вы делаете что-то правильное. Правильной является только любовь, истина является только любовь. Когда вы делаете свои любовь, когда у вас есть любовь, вы становитесь удовлетворенным, очень удовлетворенным. И для вас не имеет значения, кто что делает, кто чем занимается. Вы можете всё давать собственность или делиться чем-то хорошим. Сам должен делать это от сердца с любовью. Кто-то в чём-то нуждается, вы можете дать ему это, но давайте это с любовью. Делитесь своей любовью. И когда кто-то получает вашу любовь, он наслаждается. Я хочу давать, а кто-то хочет принять. Поймите, что любовь — это не то, что вы хотите от кого-то что-то получить. Это неправильно. Если вы имеете любовь, это не значит, что кто-то от вас чего-то хочет, чтобы вы для кого-то сделали. Это неправильно. Природа любви — это всегда отдавание. Любовь — это не значит брать. Любовь для того, чтобы отдавать. Если вы отдаете, отдаете. И ваша любовь никогда не закончится. Не имеет конца. Ни уровня любви. Любовь — это не значит. Любовь — это не значит. И это значит. Поэтому любовь — это закончено. И если вы любите любовь, то есть. Вы любите любовь с партнером. И тогда вы ожидания. И у вас начинается ожидание. Хочу того, хочу этого от своего партнера. Хочу, чтобы он для меня что-то делал. Если он дает вам, это хорошо. Особенно если с любовью. Но вы не ожидаете ничего. Если вы ожидаете, то любовь потихонечку уходит и приходит ум. Как бы он запрыгивает к вам в душу. И начинаются все эмоции. А любовь в любви никогда не бывает. У любви нет эмоций. Свет и темнота никогда не встречаются. Не взаимодействуют. Свет ведет вас к большей осознанности. Но вы можете закончить свою любовь собственными руками. Вы начинаете выгнать своего партнера. Вы начинаете выгнать своего партнера. Вы говорите, что это он покончил с вашей любовью. Ты не дал мне то, ты не дал мне это, ты не принес мне того или и другого. Это вы не кто-то, а вы сами закончили свою любовь, окончились любовью. И таким образом вы потихонечку уходите от вас. Как только приходят ожидания, но когда есть любовь, вы сохраните все и остается с вами. Но это очень сложно. Особенно женская природа у нас сложна, потому что у нее всегда есть ожидания. Мой мужчина, ты должен делать это. Делай то, заводь своими, дай мне то, дай мне другую, принеси. Ты должен купить мне, почему ты этого не делаешь. Начинаются обвинения и жалобы. Как только начинаются жалобы, это значит, начинается работа ума. Вы знаете, она может быть не с вами, она будет с вами или нет с вами. Я не знаю. И когда другая женщина делает вам ничего? Я думаю, что он сделал. Я думаю, что он сделал. Может быть, он не дает мне ничего. Может быть, он не дает мне ничего. Вы хотите, чтобы он вам давал. Возможно, этот мужчина позаботься обо мне. Когда вы полны любви, вы готовы. Когда вы полны любви, вы готовы отдавать. Если вы говорите, все хотят любви, все просят любви. Вы просите у кого-то любви, другой просит у вас. Если вы полны любви, вы никогда не будете дать мне любви. Вы готовы отдавать. Вы в любви готовы только делиться. Все говорят другому отецу, сыну, мать, дочери. Дай мне любви, дай мне любви. Никакого нет любви. Никто не может дать. Ни чьи желания не исполняются. Любовь не говорит дай мне. Она дает. Загляните вниз. Дайте себе время. Как только у вас есть время для себя, вы уже готовы. И тогда у вас нет необходимости кому-то говорить, давай мне. Любовь у вас появляется. Идите вновь внутрь. Закройте глаза. Не позволяйте своей энергией утекать из вас. И тогда у вас возникает любовь. Новая и новая любовь возникает. У вас душа. Как только вы даете себе время, энергия, которая у вас есть, она превращается в любовь. Удать, наслаждайтесь, отдыхайтесь. Затем вы полны любви. Человек становится полной любви, и он начинает делиться. Чем больше любви, тем лучше. И он готов подариться. Это природа любви. Хотите ли вы хотите, но вы все время делитесь этой любовью. Как любовь приходится. Бывшие и дальшие. Вы всегда в хорошее настроение. Допустим, вы с кем-то общаетесь, проводите время. Вы гуляете где-то в хорошем настроении. А если у вас плохое настроение, вы не хотите никого видеть. Уйди отсюда. Прогоняйте. Вы даже убегаете от людей. Вы даже убегаете от людей. Даже любовь. Вы хотите убегать от своего любимого. Вначале вы должны быть всегда в позитивном настроении. И тогда вы сможете делиться. Но если любовь не приходит. Когда вы не чувствуете любви. У вас нет любви. Я не чувствую большой любви. Идите. В очередь идите внутрь. Идите. Даже если вы немножечко остаетесь самим собой, вы начинаете чувствовать прилив любви. И эта любовь начинает расти и окружает вас. Как будто целый бассейн любви. Вот как вы плаваете в океане или в бассейне, точно так же будете плавать в любви. Чем глубже вы идете, этот бассейн становится озером. Любовь только любовь. Очень много. Несколько часов. Много часов. Целый день. Затем эта любовь растет, растет и становится океан любви. У каждого внутри есть океан. Только нужно идти внутрь и раскрыть. И в один прекрасный день вы станете этим океаном. И затем тогда вы сможете делиться этой любовью со всеми. Вы сможете делиться не только с людьми, но и с природой, с животными. И даже вы тогда сможете делиться со вселенной, со всеми планетами этой любовью. Существует очень много планет, как наша Земля. И тогда вы эту свою любовь можете направлять им. Даже если вы не знаете это. Океаном знает, что океан, но тем не менее он посылает это. Ваш свет начинает распространяться повсюду и даже на другие планеты. Все планеты хотят любви. Ваша любовь начинает течь. Вы становитесь океаном. Становитесь с сознанием. Ваша медитация взращивает вашу любовь. Это ваша судьба. Это то, что должно случиться. Если вы этого не достигли, возвращаетесь и возвращаетесь в себя. И в каждой своей жизни вы должны достигнуть, достичь сознательности, стать океаном. Если вы не достигли своей цели, осознанности, вы все время приходите, получаете жизнь. Жизнь не существует без любви и радости. Мы пришли сюда в этот мир, чтобы радоваться. Никаких несчастей, печали, серьезности. Мы должны узнать, как быть в радости, как быть больше в любви. Это судьба каждого. Будда. Вы можете стать пресвятоном, вы можете стать бундерей, вы можете стать океаном. Океаном радости, осознанности. Вы должны понять, зачем вы пришли в этот мир. Вы пришли для того, чтобы получить эту любовь. Вы должны знать, кто вы есть. А я есть знание. Я все. Я безграничный, я такой широкий, обширный, объемный. Вы можете вырасти, как это небо. Это наша возможность, это возможность каждого. Вы имеете возможность, идите. Делайте. Загляните туда. Как это можно? Как я могу стать этим? Как вы начинаете медитировать, приходит радость, любовь. Но вы тоже имеете глубокую темноту. Очень глубокую. Потому что все ваши жизни были в неосознанном состоянии. Вы всегда чувствовали себя несчастно. Как только вы идете глубже в себя, появляется любовь. В первую очередь, вы должны заглянуть в свою любовь. Встретиться лицом к лицам своей темнотой. И вы должны очистить ее. Никто не подчистит вашу темноту. Чем больше вы собираетесь от темноты, тем больше у вас неосознанности. Будете осознанными, тогда будет любовь. Как только вы загляните в свою темноту, она довольно-таки большая. Это огромная змея, как огромный скорпион. И это чудовище готово вас съесть. Когда вы заглядываете в эту темноту. Каждый медитация идет через темноту. Им это нужно делать. Заглядывайте в свою темноту и понимайте. Многие уходят, многие ищущие уходят в ее эмоции. Не хотят становиться своей темнотой. Со всякими тридцатью эмоциями. Потому что каждый думает, что он самый лучший. Я хороший. Я самый лучший человек. Но, как только вы будете медитацией, возникают эти чувства, и вы начинаете становиться под давлены на ногу. Я не могу, а то, что вы не будете здоровы. Плакия должна выйти. Это как в физической медицине. Два-три типы медицины. Существуют три типа лекарств. Третье – айурведская. Третье – айурведская. Третье – айурведская. Третье – айурведская медицина. Вы идете в доктор, он дает вам лекарство, и у вас температура падает. Но она не исчезает, она просто прорывается. Если вы идете к экстрасенсу, он тоже что-то выдает. Домашнее лечение. При домашнем лечении температура может еще больше подняться. Домашн это день, но это время. Эти дизайны лечения, сfolloween. И в Айурадике будет больше. При айрведическом лечении все, что восподавлено начинает выходить на душу, вы также чувствуете себя. Ваш мужик думает, как бы мне использовать других, как бы обмануть, как бы смошенничать. Ум играет в игру, даже с теми, кого вы любите очень сильно. Если вы подумаете, с кем вы играете, вы не играете с чужаками, вы играете со своими людьми, вы играете с отцом, с матерью, играете. Вы не должны быть, вы должны общаться. Вы говорите, я люблю свою семью, я люблю жену, но тем не менее, вы продолжаете эту игру. Это игра ума. И когда вы начинаете загадать в себе, вы понимаете, насколько высшитил ум, какой ум, восприявляется все больше неосознанности, эмоций. Страх, эмоции это еще нормально, но самое страшное, это страх. Обычно в жизни, когда какая-то ситуация возникает, у вас появляется страх, и вы начинаете искать кого-то. Почему это означает, что вы не избежаете от страха? Чтобы избежать от страха. Только чтобы знать, что вы избежаете от страха. Но избежание, это не означает избавиться от страха. Если вы боитесь, вы должны заглянуть в себя и поймите, почему вы боитесь. И потом постепенно вы станете выше от этого страха. Вы поймете, что страх это ничего. Если вы заглянете, посмотрите в лицо страху, поймете, что это нечем. Часто медитаторы уходят, убегают, убегают от мастера. Не хотят быть с мастером, потому что, когда вы с мастером, ваш страх возникает еще больше, он приходит к вам постоянно. Такая внезличная болезнь, которая возвращается. Это болезнь ума. Не физическая, а эмоциональная болезнь ума. Только любовь и свет могут излечить этот страх. Когда вы здоровы, вы здоровы от идеального состояния. И тогда приходит осознанность, и вы наслаждаетесь. Каждый должен пройти, вы нужны, и каждому придет. Пройти этот страх. Через эту темноту души. Кто-то преодолевает этот страх через минуту, час, кто-то очень медленно. Но все постепенно. И ходят его. Преодолевают. А кто-то преодолевает этот страх. Как много-много жизней. Вы не можете очистить заодно. Сразу, немедленно, все вещи, которые были накоплены вами за много-много жизней. У вас есть желание быть всегда осознанным. Каждый свой молень осознавать. Когда вы этого захватите, все страхи закончатся, все болезни закончатся. Но и дешево. Кто-то быстро, кто-то медленно. Но каждый, каждый ищущий, прогонит через минуту. И как только вы преодолеваете темноту души, вы пойдете на другую сторону, где есть действительно настоящий свет, это сознание. Где нет никаких несчастья, боли, темноты, все сгорает. Это ваш дом. Вы приходите к себе домой. Он человек такой большой, ум, мысли, эмоции, все это приходит. Все, что у вас подавлено, все это приходит. Вы все это преодолеваете. Это темнота души. И каждый ищущий проходит через это. Но не бойтесь. Это самый правильный процесс. Наблюдайте, наблюдайте. Наблюдайте за своим телем. Приходите мне, помоглодайте за ним. Сколько бы он не бывал. А он ограничен. Неосознанность имеет лимитирование. Ограничен. Сюда приходит их лимит. И не заканчивается. Но каждый, ищущий, идет туда. Начали во время медитации, чувствуете только радость, наслаждение. И вдруг за этим идет на життя нога. Вы начинаете сражаться со своей неосознанностью. Вы не наслаждаетесь нерависть, ночью. Заглядываете, смотрите на это. Это последнее, что должен принадлежать. Ум куда-нибудь закончится. В зависимости от вашего желания, насколько вы хотите, вы преодолеете. Темнота ночь, темнота ночь вашей души, темнота ночь. Темнота ночь вашей души, это то, что вы собрали за всей своей жизнью. Часто я рассказывал, как вы коллекционировали, собирали эту темноту в течение разной жизни. Допустим, у вас прекрасная квартира, если вы помните, все там есть, все оборудование. Прямо люкс. Вы не смажетесь, такая красивая, хорошая квартира. ТВ-др, AC-др, good bed, good furniture, everything good. Все там хорошая, мебель. Вот вы приглашаете мастера к себе домой. Хотите попейте чай, пообедайте, отобедайте сами. Мастер говорит, хорошо, я приду. И вот приходит мастер. Мастер говорит, хорошо, все прекрасно. Включает телевизорс. Мастер тоже наслаждается всем, что имеется в квартире. И каждый день вы чистите эту квартиру, убираетесь в ней. Выбрасываете куда-то мусор. Вот раз из мусоропровод, в который выбрасываете весь мусор. Каждый день. И как вы делаете каждый день, каждый, в течение многих лет. Убираетесь, убрасываете мусор каждый день, по утрам и вечерам. Вот мастер у вас, вы вместе наслаждаетесь. Вот у нас два дня уже, третий день. Вы делаете ежедневно свои работы по дому. Мастер сидит на диване. Пет чай, например. Смотрит телевизор. И вот вы заканчиваете уборку, и весь мусор выбрасываете в мусоропровод. Вот вы открываете крышку. Вы открываете крышку, и хотите выбросить туда мусор. А мастер тихонечко подходит за вам и выбрасывает вас туда. И вот вы внутри. В интернет-мусоропроводах, где очень воняет. Грязь, сейрость, плесень. Никто не хотел бы по многих водиться. Никто не хочет идти в темноту, в этот мусор. Когда вы начинаете кричать, что это девушка. Так мастер или убийца. Лучше убей меня. Я не хочу быть здесь. А мастер закрывает дверцу и еще и на замок забирает. Вы начинаете кричать, плакать. А мастер сидит себе и наслаждается в вашей квартире. А вы там в темноте, в грязи. И вот этот мусоропровод это ваше неосознанность. Вы собрали, вы создали, вы сделали мусоропровод. А мастер бросает вас в этот ваш мусоропровод. Туда, в то, что вы создали сами. Он знает, понимает, что там очень плохо. Мусор уже неосознанно очистит. И все, кто создал этот мусор, должен сам это почистить. Мастер только толкает туда, запихивает туда, чтобы вы почистили свой мусоропровод. И вот вы в большой грязи, в большой беспорядке. Здесь столько грязи. Но вы начинаете заглядывать, смотреть туда-сюда. И начинаете что-то видеть. Вначале вы ничего не видите, потому что в полной темноте. А потом вы уже начинаете разглядывать и видеть. Ой, вот здесь мусор, там мусор. И вы начинаете наблюдать, наблюдать. И вот он прекрасный день. И все эта темнота исчезает. Открывается другая дверь, и вы выходите в свет. Какой большой свет, как небо. Это реально. Мастер свет. Мастер свет. Мастер свет. И вы становитесь. И вы становитесь. Это процесс. Свет и приятности. Каждый должен пройти этот свой мусоропровод. Как только вы пройдете его, вы становитесь осознанным. Станетесь в сознании. Вы осознаете, да. Это мусоропровод, и вы должны очиститься. Если у вас начинаются снова эти процессы, надвигается темнота, вы снова попадаете туда и снова очищаетесь. Это вот такие процессы. Вы всегда проводите, у вас нет радости наслаждения. Как-то можно чем-то наслаждаться. Там такая вонь. Вы даже дышать не можете. Но вы же собрали этот мусор, и вы должны пройти через это. И вы должны его сами почистить. Вот каждый день, когда вы собрали этот мусор, все больше и больше восстановится. Все больше и больше темноты. И когда вы в этой темноте, вы не видитесь, ведь он очень-очень где-то далеко. Медитация показывает вам, что вы должны наблюдать со своей темнотой, избавиться от нее. Когда вы боитесь, вы надвигаете всякие эмоции. Оставайтесь, наблюдайте, не убегайте. Позвольте этому случиться. Чем больше вы наблюдаете, тем быстрее темнота заканчивается. Этот мусор провод имеет ограничения. Только примите. Не стоит все время жаловаться, ой, почему я здесь. Но если вы примите, очень хорошо. Вы понимаете, что вы близки к свету. И как только я почище эту темноту, придется нереально. И он становится все ближе и ближе. 70-80% темноты очищается. Будьте уверены. Я с вами. Я здесь. И он называется. Давай, давай. Чистите. Чистите. Очистите свою душу. Вы должны верить. Вы должны верить, вы должны верить Мастеру. Однажды ночь закончится и приедет свет. Появится солнце. Это такой процесс. Вот такова ночь души. Такой процесс. возможно это будет просить несколько дней и несколько недель и все зависит от вас в зависимости от того насколько вы накопили этой темноты и у вас не должно быть никаких других желаний для того чтобы почистить свою темноту идите дальше переходите через эту темноту чем быстрее вы пройдете ее не жалуйтесь не убегайте и тогда быстрее произойдет очистка не жать всего я не хочу почему я здесь я хочу радоваться очень наслаждаться а потом садитесь вместе с кем-то начинаете жаловаться просто примите это как только вы примите уйдет печаль уйдет грусть почему не уходит печаль и горе потому что вы все время сражаетесь с этим приходит вашим опыт и вот вы сидите думаете и думаете вы не говорите я не хочу чтобы были мысли но пытайтесь остановить просто примите а мы выглядеть насколько далеко ваш ум вас заносит закончится сила ума власть ума затем наступит власть света сознания будьте очень доверительным и верующим 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 и Мастер для этого здесь Мастер поддерживает меня он наблюдает и Мастер говорит иди дальше иди иди продолжай продолжай не становясь это как мантра продолжай 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 иди дальшеrobe ety это как мантра Это как мантра. Продолжай, продолжай. Когда-нибудь это закончится, и тогда пройдет свет. Но вы должны пройти эту темноту. Почистите ее. Там, где темнота, там нет никакой надежды, никакой помощи. Потому что даже мастер ничего не может сделать. Он не может дать вам никакой помощи. Даже если вы будете просить помощи, никто вам не поможет. Вы будете сами это делать. Если вы понимаете, что только вы это сможете почистить, свое темноту. Понять, сколько у вас там мусора. Понять, что это ваш мусор, вы собрали этот мусор. И что вы должны, что вам самому придется почистить этот мусор. И вот медитация. Поможет почистить этот мусор. Каждый день медитация помогает почистить постепенно вашу темноту. Чем больше медитация, тем больше происходит очищение. И когда оно быстрее очищается, если вы каждый момент осознанны, тем быстрее очищается ваша темнота. Помните об этом. Это не просто идти на что-то, и вы забываете себя и делаете вещи. Все любят это. Неизвестно. Им нравится быть на осознанном. Что-то хотят делать, а потом забыть об этом. Что-то происходит в вашем теле, но вы даже можете об этом не знать. Какие-то чувства приходят. Допустим, гнев приходит, вы начинаете злиться. Но если вы наблюдаете, то гнев как бы становиться, отодвигается в сторону. И вы наблюдаете за этим, вы становитесь только сильным детям. Гнев износит такое большое чувство, что можно даже убить кого-нибудь. Потому что в гневе никто не может наблюдать, смотреть. Старайтесь быть на расстоянии от своего гнева. Пошел за него. Ну вот, да, он здесь. Но вы только за ним наблюдаете. Та же за страхом. Вот этот страх, но я не боюсь. Я за ним наблюдаю. Но если вы не наблюдаете, вы не знаете, что делать. Вы тогда становитесь сам полностью страхом и начинаете трястись от страха. И все эти вещи, они не становятся больше, если вы за ними наблюдаете. Вы на самом деле ничто не имеет огромных размеров, больших размеров. Только существование сознания бесконечно. И будете в осознанности. И тогда ничего не будет, ни страха. Страх не придет, никакие мысли не поколеблют вас. Как только вы достигнете своей природы. Как только вы достигнете своей природы. здесь aremos осуществить какие-то